друзья всем привет сегодня хочется мне заснять видео по рассаде что у меня растет что получается что не получается что болеет или что не болеет в общем что происходит с рассадой на данный момент на 14 февраля 2024 год будет полный рассказ что у меня происходит чем я подкармливаю чем поливаю чем опрыскиваю в общем кому интересно данная тематика погнали ну что наверное начну я с огурца огурец у меня трюкач плетется у меня он по шпалерке такой небольшой для цветов выжил только он сажала еще фуру и и крош сажала их 23 декабря еще вот выжил вот один сильно не заглубляю его то есть земли не полную насыпала емкость потому что по мере роста хочу подсыпать не знаю выживет он у меня до этого момента или нет но с огурцами у меня постоянно какие-то проблемы начал крутиться лист такая вот окантовочка по краям желтоватая я думала на них кто-то напал и опрыскала все фитовермом думаю не буду же я один фитоверм опрыскивать не один огурец фитовермом опрыскивать опрыскал все свои растения потому что на все какие-то были вот признаки что с ними что-то не так опрыскивала я неделю назад так что можно там написано спустя 5-6 дней повторить процедуру вот на днях буду проводить еще одну обработку по листу фитовермом в общем огурчик пока растет убираю я все завязи все боковые пасынки до пучать меня раз два три четыре до шестого листа оборвала а дальше вот огурчики начинают расти пускай посмотрю что с ним будет дальнейшем далее руккола руккола растет тоже есть какие-то вот прожилки то ли она хлорозит то ли ей холодно потому что от окна дует я не знаю тоже ее опрыскала фитовермом и потом уже всю рассаду подкормила магниевой селитрой не знаю правильно я сделали неправильно и пока растет не рассаживаю не пикировала такого-то мне длинный горшочек и вот растет она в горшочке некоторые экземпляр чеки конечно вот покупку крупнее некоторые помельче ну ничего нормально зеленушку мы любим ждем пока вырастет немножко побольше далее томатики балконы чудо желтые из пяти взошло 4 а в дальнейшем выросла но остались живыми мне только 3 распикировала я их в 200 миллилитровые стаканчики такие вот вот корни пытаюсь корни найти показать то что корни развиваются и достаточно хорошо себя чувствует тоже попал под обработку так кустами сейчас вернемся редис рос у меня сначала в кассете из-под яиц но девчонки написали что наверное мало места потому что такие вот начали образовываться листья из этой всей кассеты из двух из 20 штук я выбрала сейчас посчитала 10 штук я выбрала самые-самые такие какие можно было реанимировать скажем так и вот завязываются чувствуете себя намного лучше чем были корнеплодики есть то есть у меня изначально была как бы цель то чтобы у них завязались в редиске завязались корнеплоды потому что я три года уже мучаюсь пытаясь их вырастить дома не получается то есть у меня больше такой спортивный интерес не за нежели чтобы у меня был какой-то урожай делая кое-какие заметки по поводу выращивания редисы мне кажется я поняла свою ошибку прошлых лет ну это как говорится уже совсем другая история в общем редиска завязалась я рада пускай растет дальше пока есть место на окне далее салат села я вот рубиновый браслет тоже в конце декабря у меня не вошел потому что сильные заморозки были потом я просто посыпала сверху еще семена которые у меня оставались с этой же пачки и он у меня зашел с щеткой думаю он будет совсем такой маленький крошечный это вот сейчас до сих пор наверное сходит первой партии потому что перед тем как я посыпала семенами еще раз я всю землю взрыхлила наверное потревожила старые семена и у меня сейчас сходит и новые и старые в общем что я сделала была у меня тут еще тоже одна такая кассета в которую я сеяла укроп я тоже не взошел тоже я все пошуршала и решила распикировать мучу меня будет плашка пропадать землей распикировала салат в эту тоже мисочку такую думаю чтобы им пошире было и смотрю укроп начал расти тоже и температурный режим уже стал другой совсем то есть потеплело у нас и все тронулся в рост очень много было семян в общем я рассадила салат где только можно вот даже у меня из-под торта такая вот плашечка тоже она у меня вся в этом салате в общем салат у меня хватит возможно если даже останется я в том году пробовала салат тоже выращивала в емкости и потом в теплицу на раннюю зелень очень хорошо у меня все получилось не знаю получится в этом году нет хотя только февраль март-апрель наверное я уже его съем вот и на теплицу меньше не останется ну и ладно пойдем по цветам по цветам иустома допустим вот у меня иустома растет позже распикированная такие 200 миллилитровые тоже стаканчики были на место изначально в торфяных таблетках корешочки уже как видите вот они они совсем уже видно близко чувствует себя хорошо тоже их обработала фитовермом в общем не все обработано фитоверме и потом пропрыскана по листу магниевой селитрой и устома себя чувствует нормально таких прям сильных каких-то проблем с ней я не вижу может они конечно есть но я не понимаю пока болеет она не болеет некоторые сорта развиваются хорошо быстро стремительно растут некоторые медленно хотя вот этот все партия посажена в одно время есть у меня партии посажены попозже сегодня как раз я буду делать перевалку опять и из торфяных стаканчиков вот они уже корни из торфяных стаканчиков в такие таблетки в общем пластиковые стаканчики заболталась уже вот а это я из торфяных таблеток у меня где второй посев был первый этот не зашли я еще раз в эти пустые думала таблетки посажу еще и устом не пачка оставалась и вот зашла первая партия потому что опять повторюсь температурный режим окне поменялся на улице гораздо бы стало теплее и зашли старые семена и вот я их распикировал сразу 100 миллилитровые такие стаканчики жду пока появится корни потом буду пикировать их дальше в общем сегодня займусь и устом и сейчас свет пролью общему 100 у меня еще растет в общем не знаю мне она в таком ящике и такой вот тоже плашечки бывший парничок это стоит не накрытая развивается вроде бы как нормально эту я периодически накрываю крышкой пластиковый какие моменты к если она мне остается на окне я вижу что холодно я ее немножко накрываю но температура все равно там постоянно здесь градусник просто честь для интереса 20 19 градусов бывает бывает 23 постоянно открывать то есть я крышку не закрываю плотно она у меня лежит сейчас покажу как она у меня лежит либо вот так либо вот так вот то есть постоянно зазоры и доступ воздуха есть не знаю вытащить них отсюда или не вытащить пускай вроде себя чувствует нормально не будут ли они тянутся не будет ли им очень жарко вот мы знаем под вопросом остается и по поводу цветов дальше сейчас крышку беру у меня осталось петуни с петуни и проблемы конкретные четыре росточка которые можно было как-то спасти пересадила я их распекировала такие 100 миллилитровые стаканчики маленькие вот не знаю надо наверное их накрывать иначе засохнут займусь тоже сегодня ими так здесь что мне так это у меня его стома я показала ездили мы в уби в рязань я веронике купила господи колонхой катарантус я уже не знаю какой назвать в общем цветочек который начал распускаться тоже его весь обработали подкормили и под корень и по листу подкармливала растет также еще и взяла кактус такой вот интересный и кашпо тоже купила горшочек вот она мне посадила но блин колючий растет нормальному тоже досталось и удобрения и обработка 2 как то свет я ее тоже брала наверное полгода назад тоже там был в этом же уби но какой-то не колючий прям совсем какой интересный надо выпускай растет это вот все вот три ее цветочка так герань которую я прищипывала и пыталась спасти так она тоненькой тоненько было даже хуже чем вот сейчас она есть вермикулите укореняла корешки пошли и вот я посадила в такой маленький пока что стаканчик на дно насыпал вермикулит не смотрю за влажностью вроде как нормально себя чувствует но все равно какие-то листья светлые не знаю чё и надо а это собственно сам изначальный кустик с которого я отрезала прищипывала вон его он уже зарос это вот место прищипки уже не видно практически я у дома может это тоже прищипнуть чем тянется вот не знаю думаю насчет герани кустики такие хорошенькие пушистые дальше идет по герани герани плющились на и тоже побывала в обработке тоже подкормила но какая-то она тоже светленькая то ли все хлорозит потому что температура здесь у нас падают то поднимаются на улице то плюс то минус деревья все обледеневшие потому что мокрый дождь идет снег мокрый то ли дождь то ли снег не пойми плюс еще ветер на улице просто каток гололед в окна дует я не знаю то ли просто может растение за этого страдает то ли я просто подкармливаю не не тем то ли кальция селитра и надо не знаю но корни утром хорошие крышочки хорошенькие в общем пока растет пострадала у меня пойдем по уже плохим растением фуксия есть у меня такой момент что я либо засушиваю либо переливаю вот наверное под этот момент попали ростки фуксии я их наверное залила потом просушила также пошло по обработке фитовермом и также магнилой селитры я подкормил не знаю макушка жива надеюсь то что ничего с ним не будет из наверное 6 выжила пока что три не знаю не нравится мне фуксии что-то на то ли хлорозе то ли еще что-то вот что с ней сделать чем и подкормить может быть пересадить еще больше горшок но плюс еще у меня была жестокая такая перевалка повредились корни может она еще до сих пор просто болеет корешочки вот мне не есть сейчас попробую сфокусировать стаканчики корешки вроде есть не хочет фокус ловить так это отдельная история эту косточку я ела точнее ел мандарин осталось косточку просто воткнула его в землю он у меня опять растет каждый год подряд зачем я это делаю я не знаю это просто интересно посмотреть как растет но это ожоги на листьях это я опрыскивала и забыла лампу выключить это же хлорозит тоже пошла обработка листы скручивались но сейчас вроде более-менее такие это выпрямились не такие стали скрученные лишние ну да лишние нижние листья облетели осталось такой стволик до кинуем наверно не буду с ним заморачиваться и беда это земляникой пересилил я ее второй раз прихожу как-то один хороший день подхожу к окну она у меня вся высохла вся лежит я не знаю что я сделала не так вот такие вот ростки прям сухие то ли окно открывала когда проветривать но я вроде в тепличку и закрывал тепличку с пленкой чего с ней случилось я не знаю вот некоторые какие вот остались более-менее живые я их пересадила сейчас покажу вот сюда не знаю что из них получится вроде специально выбрал такой контейнер чтобы накрывалась потому что росточки маленькие боюсь также засохнет вот не знаю что у меня по землянике что с ней вообще получится в итоге также вот укореняю листики глоксини корни давали верхняя часть отмирает но я надеюсь пойдет еще изнутри потому что может быть такое вверх верхний этот основной лист погибает а корешочки остаются внутри и потом уже вылазит новенький росточек сейчас покажу мне там такой есть уже вот у меня тут росточек то есть изначально был листик он весь засох помер смертью по храбрых пол и вот вылез уже изнутри из корневой новый росточек это были не единственные вот тоже из такого же росточка потом дальнейшего вырос вон еще два растут на их не рассаживаю хочу чтобы это пушистый был такая шапка вот это тоже по такому же принципу вырос вот это тоже это тоже такое вот так же это все с листочков размножаем вот он корешочек сейчас покажу вот он корешочка растет сажаем его и потом листик отмирает и получается вот такие вот растения какие-то конечно загнивают в моменте когда стоят в воде дают корни какие-то нет вот хочу еще попробовать такой способ но вермикулите вряд ли получится хотя не знаю не пробовала мы тоже будет совсем другая история и осталась у меня последний цветок сейчас покажу это как цветок растения комнатные это столетник мученик отдали мне столетник постоялом в воде дал корни сделал ему хорошую рыхлую землю вот а сейчас видно над к прям пушистая корни есть сейчас покажу с обратной стороны просто не вот они корни есть все растет но что-то чахнет то ли его пересадить отдельными стаканчиками но серединка смотрю некоторых пошла то ли ему что-то не нравится объем в общем надо тоже не заняться наверное попробую пересадить его может хоть один какой-нибудь примется и получится в общем друзья на этом все не буду затягивать долго видео такой вот обзора на подоконнике у меня на данный момент есть скоро у нас посадка будет перцев баклажан томаты чуть позже а я пока пойду займусь и устомой ну а с вами я на сегодня попрощаюсь пишите в комментариях если знаете что у меня с этими с вот этими растениями творится не так что я какие ошибки сделала но я принципе знаю основные это либо засушить либо залить и с подкормкой влезть не вовремя то есть растение хорошая почему-то еще лью подкормку зачем корневая система еще толком не развивается питание пока что в земле хватает потому что грунт хороший уже с биогумусом может и в этом моя ошибка в общем не знаю смотрю наблюдаю делаю какие-то выводы но подписывайтесь на канал кому интересно заходите до встречи в новых видео пока пока пока